Граждане на данном автотранспортном средстве пытались угнать вот этот автомобиль Скани. А вот этот мужчина нанес моему мужу удары внутри салона автомобиля Скани. Видео снимает Татьяна Усова, жена дальнобойщика, которому, по ее словам, не выплатили зарплату. А теперь еще и пытаются забрать больший груз, который официально арендовал ее супруг. По словам Татьяны, ее сразу насторожили документы, которые муж подписал, когда устраивался дальнобойщиком. Я беру эти документы, еду к юристам. Приехав к юристам, выясняется, что существует две фирмы КПФ Агро, владельцами которых является Обухов, который является хозяином данного транспортного средства. Соответственно, дальше все эти действия, как расценили наши юристы, похожи на мошеннические. Ну и мы начали с ними вести переговоры. Ребята, вы отдавайте зарплату, мы вам никуда машину не погоним. Вот этот больший груз. Его дальнобойщик сейчас скрывает и не собирается отдавать, пока не выплатят зарплату за несколько месяцев. Машину уже дважды собирались забрать, но полиция помешала. Сам дальнобойщик Михаил Усов заподозрил неладно и погнал автомобиль в Барнаул, когда компания перестала выполнять договоренности. Мне говорили, что до Нового года домой попадешь, в Новосибирске загрузишься и поедешь домой отдыхать, и машина в Новосибирске на стоянке будет стоять. Все. Только отучились, они мне говорят, погрузка в Тюмени. Я понимаю, что какая-то идет фигня, и мужики говорили мне, что ты, говорит, уедешь в Тюмень, ты оттуда, говорит, на свои деньги поедешь. Тебе никто ничего не даст. Юристы уверяют, аренда автомобиля, особенно больше груза, всегда сопряжена с рисками. А между тем мы дозвонились до директора казанской фирмы ПКФ Агро Андрея Обухова. Вот сайт компании. Именно КПФ Агро принадлежит машина. По словам директора, в компании были готовы поговорить с барнаульским дальнобойщиком о выплате денег. Но сейчас уже поданы заявления в полицию. Машина угнана, в общем, в Барнаул. Мы туда неоднократно приезжали и в милицию писали заявление. Они машину нам не дают, удерживают ее. Мы подали в суд дополнительно. То есть мы еще в суде этот вопрос будем разбирать. Суд установит, кто кому что должен. Там есть подписанные документы со стороны УСО. Татьяна уверяет, у них с мужем тоже есть доказательства, которые они покажут только в суде. Кстати, свидетелями смогут выступить и другие дальнобойщики. Мы продолжим следить за этой историей. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. День с толком.